19-й Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» имени Валентина Григорьевича Распутина представляет. Субтитры создавал DimaTorzok Вот уже 19-й раз Ирхутский областной кинофонд на земле у Байкала проводит международный кинофестиваль «Человек и природа». В программу фестиваля вошли самые интересные игровые, документальные и анимационные фильмы, снятые режиссерами со всего мира. Главная цель фестиваля является привлечь внимание людей к экологическим проблемам нашей планеты. Ведь здесь, на берегу самого чистого озера, так тонко чувствуется связь каждого из нас с окружающим миром. Мы приглашаем жителей Иркутской области и всей России присоединиться к работе фестиваля и погрузиться в удивительный мир кино онлайн. Несмотря на пандемию, фестиваль стал еще ближе. Мы ждем каждого из вас в вашем смартфоне, планшете или компьютере. До встречи в наших виртуальных кинозалах. Кинофестиваль «Человек и природа» Ждет вас с 24 по 28 сентября в онлайн-кинотеатре «Тивизавр» и на YouTube-канале Иркутского областного кинофонда. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на онлайн-открытии 19-го Байкальского кинофестиваля «Человек и природа» имени Валентина Григорьевича Распутина. Совсем скоро мы увидим фильмы участники нашего фестиваля. Познакомимся с жюри, а также узнаем подробнее о номинациях и виртуальном кинотеатре, в котором пройдут все показы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фестиваль «Человек и природа» является одним из главных и ожидаемых кинособытий года в Иркутске и в Иркутской области, а также он высоко ценится среди кинематографистов всего мира. Пандемия, безусловно, внесла существенные изменения в жизни всех людей на планете, и наш фестиваль не стал исключением. Поэтому в этом году было принято решение провести фестиваль в онлайн-формате. Итак, он начинается сегодня, 24 сентября, и продлится до 28 числа. Кинофестиваль проходит на базе интернет-кинотеатра «Тивизавр», который предоставил нам пять виртуальных кинозалов. Названия залов родны и близки каждому сибиряку. Это Байкал, Ангара, Баргузин, Ольхон и Иркутск. В этих залах на протяжении 24 часов в течение пяти дней вы сможете выбрать для себя интересный фильм, анимацию или стать участником творческой встречи. Также церемонии открытия и закрытия фестиваля, творческие встречи и круглые столы будут доступны на официальном канале YouTube Иркутского областного кинофонда. Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» учрежден Союзом кинематографистов Российской Федерации и Иркутским областным отделением Союза кинематографистов России. Проводится он при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Иркутской области, а также Министерства культуры и архивов Иркутской области, организаторы фестиваля «Иркутский областной кинофонд». А в нашем эфире звучит первое приветствие. Итак, внимание. Дорогие друзья, рад приветствовать всех на Байкальском международном кинофестивале «Человек и природа». Наш кинофестиваль – это значимое событие в культуре России. В этом году он проходит в онлайн-формате, и теперь зрители от Калининграда до Владивостока смогут присоединиться к нам. Уверен, что конкурсная программа этого года не оставит никого равнодушным. Желаю всем зрителям хорошего просмотра, а участникам побед и творческих успехов. Я вас приветствую, участникам фестиваля «Человек и природа» имени Распутина. Я считаю то, что любая акция, которая проходит в моем родном городе Иркутске, а тем более связанная с кино и с именем Распутина, это всегда мне очень близко, потому что у нас потрясающий край, у нас потрясающий город. У нас удивительно талантливые люди, которые проживают в Иркутске, и кинематографисты, с которыми я совсем относительно недавно познакомился, с изумительными молодыми людьми на нашей творческой встрече с Эмиром Куштурицей, который приезжал на наш фестиваль «Звезды на Байкале». Иркутск всегда был славен талантами, и я знаю, что в нашем городе кино всегда было особое отношение. Я считаю, что этот фестиваль даст толчок к развитию нашего русского кино, и документального, и игрового, и так далее. Вообще, такие акции нужны сейчас, и кино, как и музыка, является лучшим терапевтом во все времена, а сегодня и подавно. Так что всех приветствую участников, приятного времяпрепровождения на нашей Иркутской земле надеюсь, что она будет, как всегда, гостеприимна, вы получите большое удовольствие, и, конечно, творческих открытий и молодых, в первую очередь, кинофестов, и общения, потрясающего диалога в рамках этого замечательного фестиваля. Важный и смысл. А сейчас приветственное слово прозвучит от президента Байкальского международного кинофестиваля «Человеки природы» имени Валентина Григорьевича Распутина. Кинорежиссера-документалиста, продюсера, педагога, заслуженного деятеля искусств России, лауреата государственных премий Российской Федерации Сергея Мирошниченко. Город Москва, Россия. Дорогие друзья, наш фестиваль в этом году пройдет в онлайн. Мы не увидим вас в кинозалах, у нас не будет прямого общения, и я воспользуюсь возможностью сделать к вам видео такое обращение. Вы знаете, я так получилось, что оказался на территории, прилегающей к Балтийскому заливу, и провел время пандемии в лесу, в лесу, где дикие животные, где лебеди приплывали, буквально там в десяти метрах плавали от дома, где мы жили. Прекрасная российская природа, сосны, цветы, которые каждую неделю менялись, и это была такая красота, то сиреневые, то желтые, то голубые цветы выходили. Но что меня поразило? Дело в том, что эта территория стала частной. И вот люди, которые приобрели эту территорию, они стали убирать мусор за нами. Это кошмар. Это просто вот, просто уму непостижимо, как приезжая в эту дикую природу, что мы творили. Вот эти, она была финской территорией, а потом перешла к нам. Горы, машины, машины с небольшой территорией, машины мусора, бутылок, каких-то бесконечных вот этих вот банок из-под пива, вот этих вот огромных бутылок из-под пива синтетических, огромное количество каких-то мешков с грязью, что особенно поражает, что вот какое-то прекрасное место, замечательное место, мох, ягель, сосны, ну чудо просто вот природы. И вдруг почему-то человек, видно, что он приехал туда и был, возможно, с девушкой. Но мало того, что он все оставил после себя так, чтобы все знали, что он был с девушкой, но он еще взял и бутылку и разбил об этот вот камень мелко, чтобы вот там было тысячу маленьких осколков. И я вдруг подумал, что, конечно же, надо остановить вот этот вот процесс уговаривания людей. Но что мы все время уговариваем? Любить природу свою, не поджигать лес, не загаживать Байкал или там Ангару. Ну, мне кажется, что надо переходить к действиям. Ибо тогда наш фестиваль вообще не имеет никакого значения. Мы должны быть действенны. Мы должны настаивать на неких законах, когда людей будут жестоко наказывать за такое безобразное отношение к природе. Жестоко, судебно наказывать. Мы должны к этому относиться, как... Это нарушение любого морального такого нравственного какого-то принципа. Ты уничтожаешь природу, которая тебе дана Богом. Ну, ты просто должен за это быть наказан. И мне кажется, что наш фестиваль, он такой хороший, но добренький. И если его продолжать, нужно его делать более жестким. И наказывать как чиновников, которые не уважают природу и наносят ей вред. Ну, то есть призывать к наказанию таких чиновников. Так и народ, который, уподобляясь варварам, уничтожает собственную природу. Мы не должны дальше так мучить Россию в своих объятиях. Не проститься это нам. И ведь, что интересно, вот был до этого Валентин Григорьевич Распутин. Сколько он призывал, бился, ходил, на этом здоровье подорвал. И, ну, ведь его сумасшедшим стали называть. Это за то, что он защищал природу, которая вокруг нас. Мне хотелось бы видеть больше картин из России, которые говорят о нашем безнравственном отношении к природе. Больше проблемных картин. Я был сейчас на обсуждении спецпроекта в Министерстве культуры. Ни одного проекта, ни одного, буквально ни одного не было, чтобы это был проект о том, как защитить природу. О чем угодно, но только не об этом. И я призываю вас, людей, кто будет смотреть этот фестиваль, кто поддерживает этот фестиваль, кто думает об этом. Призываю вас, молодых особенно, активизировать движение экологическое в нашей стране. Активизировать, пока не поздно будет. Не все способны, вот так, как мои близкие и знакомые люди, взять машины, взять людей и чистить лес для того, чтобы он стал чистый. Не все способны. Но, может быть, нужен налог. Я вот думаю, может быть, нужен налог на людей, которые зарабатывают на сибирской природе. Вести налог, на экологический налог. И чтобы они платили, чтобы у них не были прибыли ежегодные, как у некоторых 6 миллиардов, или сколько там у них, по-моему, 6 миллиардов долларов за год человек заработал. Вот. А чтобы от них какой-то процент, 10 процентов от использования природы уходило на экологические проблемы, на решение экологических проблем. Я считаю, что это необходимый закон, необходимая мера, которая должна нас остановить. Потому что те люди, которые это все делают, в них еще и живет советская ментальность, к сожалению. Когда природа – это, ну, какая-то предаток человека. Человек – это великий человек, а это природа, и она предаток этого великого человека. Нет, человек уже невелик. Да и природа тоже истощилась. Поэтому вот мое мнение, что нужно, чтобы молодежь добивалась изменения в законодательстве. Причем деньги, которые будут взиматься с таких предприятий, которые используют природу, должны идти непосредственно не в офшор куда-то, а на ту территорию, на которой работают их предприятия, из которых они получают прибыль. Электричество ли качают, нефть ли, лес ли. Вот эти люди должны платить экологический налог. И мы должны это пробивать. Вот с этим я и обращаюсь к вам, зрители фестиваля «Человек и природа». Онлайн-встреча Сергея Мирошниченко состоится 24 сентября в 15.00 по московскому времени в виртуальном зале «Баргузин». Итак, разрешите представить вам членов жюри 19-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа». Это автор таких кинопроектов, как «Мозг. Эволюция» и «Мозг. Вторая вселенная», российский кинорежиссер-документалист Юлия Киселева, город Москва. Доктор филологических наук, этнограф, член Союза писателей России, директор регионального центра русского языка, фольклора и этнографии, профессор ИГУ, заведующий научно-исследовательской лабораторией по изучению традиционной культуры Сибири, автор множества работ, посвященных сибирской народной культуре, Галина Афанасьева-Медведева, город Иркутск. Режиссеры фильма «Страна меда», многократные призеры международных кинофестивалей, в том числе национального американского кинофестиваля «Санденс». Номинанты на «Оскар» обладатели гран-при 18-го Байкальского кинофестиваля «Человек и природа» Любомир Стефанов и Тамара Катевска, «Северная Македония». 26 сентября состоится их онлайн-мастер-класс, который называется «Как поймать реальный». Авторы фильма «Страна меда» на собственном творческом опыте расскажут об этапах создания успешного фильма. Начало онлайн-встречи в 15.00 по Москве. Председателем жюри стал человек, который много лет входит в Совет директоров и отборочной комиссии международного кинофестиваля в Тампере, Финляндии. Профессиональный переводчик, руководитель киноцентра «Пиркан Муа» и кинотеатра «Артхаус» «Синема Ниагара», представитель Финляндии Лина Харканен. Лина, кстати, с нами на связи. Мы предлагаем вам посмотреть ее видеообращение. Привет, Иркутск и Байкальн Интернациональный Фильм Фестиваль. My name is Greetings from Tampere, Finland. My name is Liina Харканен, and I represent the Tampere Film Festival. I am speaking to you from our beautiful Arts House Cinema Niagara. It's run by the local film center that I'm the chair of. And I'm also the chair of your festival competition jury. But sadly, due to well-known circumstances, I can't be at your beautiful city at this time. But I will be watching the films from home, and then conducting the judging fairly and honestly with my esteemed fellow jury members. I'm excited to see the films. I hope you are as well, and I hope to see you in real life very soon, as soon as things get better. Bye. 25 сентября в рамках мастер-класса «Природа против прогресса» Лина Харканен расскажет о так называемой «золотой эре» финской документалистики и о столкновении природы с инновационными технологиями. Начало в 15.00 по Москве. Из 249 заявок, поступивших на фестиваль, отборочная комиссия выбрала 23 работы к участию в конкурсной программе. Это фильмы режиссеров из России, США, Швеции, Словакии, Канады, Бразилии, Турции, Португалии, Молдовы, Франции, Чехии, КНР, Армении, Италии и Испании. Ну что, настал один из самых волнующих моментов сегодняшнего дня. Мы представляем вам фильмы-участники и режиссеров кинофестиваля «Человек и природа-2020». В номинации документальный фильм представлены «Акулы», «Вымирание», Канада, режиссер Роб Стюарт. «Без Байкала», Россия, режиссер Александр Горновский. «Белый олень», Венгрия, Россия, Швеция, режиссер Золтан Терек. «Бродячая собака», США, режиссер Джесси Алк. «Вода, время жажды», Россия, режиссер Евгений Безбородов. «Дух Ягуара», Словакия, режиссер Павел Барабас. «Когда помидоры встретились с Вагнером», Греция, режиссер Мариана Эконому. «Нерка, рыба красная», Россия, режиссеры Дмитрий Шпиленок, Владислав Гришин. «Соль», Россия, режиссер Владимир Эйснер. В номинации «Игровой фильм» представлены «Земля», Германия, Турция, режиссер Севги Хершхойзер. «Урок экологии», Россия, режиссер Иван Соснин. «Чистота», Бразилия, режиссер Рената Барбиери. «Эколав», Россия, режиссер Дмитрий Григорьев. В номинации «Анимационный фильм» представлены «Дичь», Россия, режиссер Руслана Мирзоалиева. «Капля за каплей», Португалия, режиссеры Александра Рамирес, Лаура Гонсалвес. «Голчонок», Россия, режиссер Марат Нариманов. «Квартира», Молдова, режиссер Лев Волошин. «Куафу», КНР, режиссер Джи Венг. «Оазис», Чехия, режиссер Дарья Кащеева. «На пляже», Словакия, режиссер Самуэль Чован. «Рысь в городе», Франция, режиссер Нина Бесярина. «Селезень, веревочка и желудь», Россия, режиссер Алина Титаренко. «Четырежды», Канада, режиссер Алиси Теленгут. «Теплый соленый ветер», Россия, режиссер Мария Коржова, Мария Ларичева, Софья Петрова. В программе «Вне конкурс» представлены Баина, Армения, режиссер Лилит Петросян. «Выход из матрицы», Россия, режиссер Александра Богучарская. «Даже рыбы плачут», Италия, режиссеры Франческо Кабрас, Альберто Малинари. «Изобретение штанов», Германия, режиссер Майки Вагнер. «Магический обтюратор», Россия, режиссер Дмитрий Завельгельский. «Механик жизни», Турция, режиссер Озге Акаюнлу. «От бога до бумаги», «Из жизни азиатского слона», Россия, режиссер Ольга Вершинина. «Реанимация», Россия, режиссеры Станислав Ставинов, Андрей Тимощенко. «С волками жить», Испания, режиссер Офелия Пабло. «Сны России», Россия, режиссер Павел Фатахуддинов. Фильм, который сможет завоевать Гран-при фестиваля, принесет победителю денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Традиционно наш кинофестиваль вносит свой вклад в развитие киноиндустрии в Иркутской области и в России. 23 и 24 сентября в рамках фестиваля пройдет шестой байкальский пичинг дебютантов 2020. В этом году организаторам фестиваля удалось увеличить призовой фонд до 1 миллиона 300 тысяч рублей. Итак, главное кинособытие при Ангаре 2020 года. 19-й байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» пройдет с 24 по 28 сентября в онлайн-формате. Базой для проведения станет сервис «Тивизавр» — это интернет-кинотеатр и официальный ютуб-канал Иркутского областного кинофонда. Специально для показа фестивальных картин интернет-кинотеатр предоставляет 5 виртуальных залов. Начнем. Кинозал «Байкал» — это площадка для показа фильмов участников конкурсной программы 19-го байкальского кинофестиваля. Кинозал «Ангара» представит вашему вниманию вне-конкурсную программу. «Баргузин» — это кинозал для онлайн-трансляции церемоний открытия и закрытия фестиваля. И важно, что именно здесь будет работать киношкола, в рамках которой пройдут мастер-классы, творческие встречи с членами жюри и гостями фестиваля, а также круглый стол и деловая программа. Кинозал «Альхон» предназначен для демонстрации картин призеров и обладателей гран-при фестивалей прошлых лет. Ну а в кинозале «Иркутск» можно будет познакомиться с лучшими фильмами иркутских кинематографистов, а также с работами из архивов знаменитой восточно-сибирской студии «Кинохроники». Добро пожаловать на кинофестиваль «Человек и природа», который впервые проходит в режиме онлайн на платформе Тивизавр. Пять дней, 24 часа в сутки фестивальная программа представлена в пяти виртуальных кинозалах. В главном кинозале «Байкал» вы сможете посмотреть документальные, игровые и анимационные фильмы, которые вошли в конкурс. В кинозале «Ангара» будет представлена внеконкурсная программа. Кинозал «Баргузин» откроет для вас мастер-классы, презентации и семинары киношколы. Здесь же можно будет посмотреть деловую программу, трансляции открытия и закрытия фестиваля. В кинозале «Альхон» зрители увидят фильмы победителей разных лет. Кинозал «Иркутск» порадует архивными сюжетами киножурнала «Восточная Сибирь», фильмами одной из старейших в стране восточно-сибирской студии кинохроники, которые дополнят современные работы иркутских кинематографистов, участников и победителей российских и международных кинофестивалей. На каждой странице вы найдете программу показов. Ждем вас с 24 по 28 сентября на нашем кинофестивале «Человек и природа». Приятного просмотра! Дорогие друзья, впереди нас ждут пять насыщенных фестивальных кинодней. И ведь каждый из вас может к нам присоединиться в своем смартфоне, планшете или ноутбуке. Мы ждем вас на закрытии фестиваля 28 сентября 2020 года. До встречи! Мы приглашаем жителей Иркутской области и всей России присоединиться к работе фестиваля и погрузиться в удивительный мир кино онлайн. Несмотря на пандемию, фестиваль стал еще ближе. Мы ждем каждого из вас в вашем смартфоне, планшете или компьютере. До встречи в наших виртуальных кинозалах. Кинофестиваль «Человек и природа» ждет вас с 24 по 28 сентября в онлайн-кинотеатре «Тивизавр» и на YouTube-канале Иркутского областного кинофонда.